Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из творения святителя Анна Златоуста, продолжение беседы на слова. Приветствуйте Прискилу и Акилу. Человек, повелевавший бесами, бывший учителем вселенной, которому уверенно было попечение о всех живущих на земле, который с великим усердием заботился о всех церквах, находящихся под солнцем, о племенах, народах и городах, работал день и ночь и немало не отдыхал от этих трудов. А мы, не имеющие малейшей части забот его или даже немогущие и представить их в уме своем, проводим жизнь постоянно в праздности. Какое же будем мы иметь оправдание, скажи мне, или какое прощение? От того всякого рода зло вошло в жизнь, что многие считают величайшим достоинством не заниматься своими ремеслами и крайним позором показаться сведущим чем-нибудь подобным. А Павел не стыдился в одно и то же время держать нож в руках и сшивать кожи и беседовать с людьми, находящимися в почестях, но даже хвалился этим, когда приходили к нему тысячи славных и знаменитых людей. И не только не стыдился делать это, но и в своих посланиях, как бы на медном столбе, объявлял о своем ремесле. Так, чему он вначале научился, тем занимался и впоследствии. И после того, как восхищен был до третьего неба, после того, как перенесен был в рай, после того, как слышал от Бога неизреченные глаголы, а мы, недостойные и подошвь его, стыдимся того, чем он хвалился. И согрешая каждый день, не обращаемся и не считаем этого бесчестьем, а того, чтобы жить праведными трудами, избегаем, как чего-то постыдного и смешного. Какую же, скажи мне, мы будем иметь надежду спасения? Стыдящемуся следует стыдиться греха, оскорбить Бога и сделать что-нибудь недолжное. А ремеслами и работами надо бы нам даже хвалиться. Таким образом, через занятия, работая, мы дурные помыслы легко исторнем из души и будем помогать нуждающимся. И не станем беспокоить двери других и исполним закон Христов, который говорит, блажение давать, нежели принимать. Для того нам и даны руки, чтобы мы и себе помогали, и увечным по телу доставляли, по возможности. Все необходимое из нашего имущества. Так что, если кто живет в праздности, то хотя бы он и был здоров, он несчастнее, одержимых горячкою. Эти имеют извинения в своей болезни и могут найти сострадание, а те, позоря телесное здоровье, справедливо всеми ненавидятся, как приступающие законы Божии и причиняющие вред трапезе немощных и делающие свою душу худшую. В самом деле, не в том только зло, что тогда, как надлежало бы питаться собственными средствами и собственными трудами, они беспокоят домой других, но что они и сами становятся хуже всех. Нет, подлинно нет ничего в мире, что не портилось бы от бездействия. Так вода стоячая загнивает, а текучая и всюду разливающаяся сохраняет свою доброту. И железо, лежащее без движения, становится слабее и хуже, и точится большую ржавчину, а находящаяся в деле, становится гораздо полезнее и красивее, блистая нисколько не хуже всякого серебра. И земля, остающаяся в покое, как всякий может видеть, не произвращает ничего хорошего, но дурные травы, терния, волшцы и бесплодные деревья, а получающая возделывание обильно, производит питательные плоды. Вообще сказать, всякое существо от бездействия портится, а от свойственной ему деятельности становится полезнейшим. Итак, зная все это, сколько вреда от праздности и сколько пользы от деятельности, будем перво избегать, а последней держаться, чтобы нам и настоящую жизнь прожить благопристойно, и нуждающимся помогать из своего имущества, и усовершив свою душу, получить вечное благо, которых досподобимся все мы, благодатью и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава за Отцом и Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.